Здравствуйте, дорогие друзья! 5 декабря, понедельник. На часах в Якутске 19.15 прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Сегодня в гостях у «Арена событий» заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Игорь Германович Никифоров. Игорь Германович, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Заглянули. Значит, говорить будем о реализации государственной политики в области строительства, в строительной сфере. Ну и вот то, что первое на слуху, это амбициозные 600 тысяч квадратных метров жилья. В 2016 году. Как справляется стройкомплекс Республики с такой задачей? Ну, да, они уже перестали быть, наверное, амбициозными. Мы смотрим уже дальше. Тем более, в своем послании Егор Фанайев сказал, что за цифрой мы останавливаться не должны. А действительно, подготовка к этой цифре 16600. В истории Якутии такого объема ввода жилищного строительства не было. И, соответственно, дожидаться, что они как-то, само собой, все это получится к концу 2016 года, мы на это не рассчитывали. Была серьезная работа проведена по всем отраслям, где мы могли видеть, что эти квадратные метры, во-первых, заинтересуются люди. В их приобретении они будут, значит, тасуны через программы. И, соответственно, задача была Минстроя для того, чтобы вот эти стройки держать на контроле. Где-то нестыковки шли там по техпроисоединению. Эти другие работы. И вот все вот эти вещи в течение года, они, значит, где-то брали на себя, где-то помогали. Ну, и мы сегодня видим, что программа, перед этим мы подписали с каждым муниципальным образованием соглашение, где были расписаны объемы, сроки. Они брали на себя какие-то обязательства? Они брали обязательства. Потому что по-другому мы не видели планирования и такой требовательности к этой программе, к этим объемам. Практически большинство районов это все выполнило. Есть, конечно, у нас остающие. В данном случае у нас сильно на 14 тысяч квадратных метров подвел Миндинский район. Они не ввели жилье. Но неплохо справился город Ягус. Неплохо отработало, значит, АМГА, Чуропча. И, значит, здесь 600 тысяч мы к концу года уже видим. А скажите, пожалуйста, вот распределение среди этих 600 тысяч, как происходит? Что в селе, что в городе? 45% в среднем идет ИЖС от суммы ввода жилья. 45%. В некоторые годы там ближе к 50%. Но соотношение цифр такое. Понятно. Понятно. Ну, о программе переселения из ветхого аварийного мы поговорим чуть попозже. Они тоже заложены в этих шести... Да, источниками этой программы являются ряд федеральных программ. В том числе, которых софианцированием ведет и республика. Это аварийный снос. Это сироты. Это дом для молодой семьи. Ипотечное кредитование, которое... В следующем году у нас появится первый метр квадратного уже арендного жилья. Да. Предыдущее послание Егора Анатольевича Борисова. Послание от 2015 года. Цитата. Глава республики назвал одной из проблем, которые волнуют людей в аспекте жилищного вопроса, диспропорции в темпах и качестве жилищного строительства в различных районах Якутии. Соответственно, в послании предыдущего года, что-то в этом году для ликвидации этой диспропорции было сделано? Да, конечно. Были заложены средства для того, чтобы привлечь ипотекой населения сельских районов. И конкретно в этом году Алмаций Оренбанк получил 200 миллионов. И выдал, по-моему, около 350, с ним я память, значит, кредитов. Кредиты недорогие, долгосрочные. Именно наносили в том числе республиканское ипотечное агентство наше, которое является оператором АИЖК, также получило 200 миллионов. И они начали работать не только в городе Якутске, начали работать в других крупных городах. Они сейчас в Нерингере начали работу. Ну, а по сельским территориям мы попытались, повторяю, в этом году привлечь Алмаций Оренбанк. И у нас это получилось. Ну, это если говорить о ликвидации диспропорции в темпах строительства. По качеству здесь ситуация вот такая. Мы посчитали, что, например, в прошлом году было введено порядка 420 тысяч квадратных метров, не только там жилья, а в том числе с Кулибыта, в прошлом году. В 2015 году порядка 520. При этом в первом случае там 420 случаев некачественных, а в другом-то выше где-то на 80. Но когда берем коэффициент, то он понижается. Понижается, конечно. При этом мы должны понимать следующее, что требование к качеству у людей растет. Безусловно. А если раньше, мы помним, когда мы получали там квартиры, нам главное, чтобы были стены, были там двери, а дальше мы с тобой руки все доделали. Сейчас нет. Плюс еще многоступенчатая система проверок, которая идет в стадии строительства и на стадии, значит, ввода объекта, и потом еще гарантийные сроки в него. Поэтому говорить о том, что строить стали хуже, таких цифр для этого нет. Объем строительства растет, требования растет, информационность растет, всего этого. В совокупности дает нам вот такой вот эффект того, что вроде на слуху постоянно... А не влияет ли на то, что на слуху, само слово, качество по отношению к строительству, то, что быстро возводимые дома стали, ну, как-то превалировать? Или с этим вообще никак не связано? Потому что слово быстрота, как бы, ну, как это, быстро, дешево, хорошо, не бывает, да, что-то одно выпадает. Если быстро, то некачественно. Ну, здесь мы имеем в виду каркасо-состочное строительство. Дома, которые последние 3-4 года строят, это совсем другое направление, это совсем другие средства и районы, в которых они могут строиться. Потому что, если мы возьмем с вами Арктику и возьмем с вами труднодоступные территории, на которые мы полтора года-год завозим грузы, соответственно, та строиндукция, которая дает эффект здесь, там она давать не будет в первосроке. Во-вторых, процесс не всегда там можно выдержать качественно. Поэтому практически весь мировой север и Арктика, они присущи вот такой каркасной строительства, в том числе и деревянная прекрасная, в том числе и металл. Там идет... В этой части Якутия последние 5 лет только активно занимается этим строительством. Хотя есть прекрасные примеры, и у нас уже достигнуты показатели качественного строительства и эффективно используем эти здания. Игорь Германович, строительная отрасль, ну, собственно говоря, как и любая другая, сейчас вынуждена и должна функционировать и хорошо функционировать в достаточно непростых условиях. Как удается это строительной отрасли и какая поддержка со стороны государства оказывается? Ну, у нас вот... И не строителям. В среднем 22 миллиарда это средства, которые осваиваются строителям. Если мы говорим поддержка, вот поддержка, есть рынок строительный, есть заказы, есть объемы. Ипотека та же поддержка? Ипотека та же поддержка. Значит, программы, которые приходят со средствами, та же поддержка. В принципе, получается, некий свой род такой госзаказ может сложиться, когда гарантированно предприятие понимает, какой объем оно выполняет. И, значит, рентабельность не ставит такую, чтобы потом, если завтра, пусть завтра наступают трудные дни, они к этому что-то себе ложили на будущее. Поэтому 22 миллиарда серьезные деньги. Но мы говорим не о промышленном строительстве, которое отдельно ведут добывающие предприятия, вкладывая к вложению в реконструкцию. Мы говорим только о гражданском строительстве. И здесь, наверное, те, кто умеет эффективно и качественно строить, то, конечно, получают прибыль. Кто нет, ну, нужно смотреть тогда, почему не получается, и что для этого нужно сделать. Понятно. А темпы строительства, о которых, собственно, глава говорил и в этом послании, сохранить их необходимо, они должны сохраниться и в 2017 году, и в 2018 году, кстати говоря, выйти на уровень к 2019 году 850 тысяч квадратных метров. Это реально? Справимся? Есть цифры, говорящие о том, что порядка 70% населения республики, ну, год этой цифры, нуждаются в улучшении жильевых условий. Значит, это не значит, что все там плохое жилье. Значит, кому-то... По метражу. По метражу не совпадает, да. Где-то аварийка, где-то, значит, ветхая. И вот эта цифра, которая действительно... Видите, не просто так расписывали цифры из-за красивой динамики, а из-за того, что в один прекрасный момент мы должны дойти к балансу, при котором количество людей, которые проживают, чисто проживающих, да, соотносилось с нормой проживания жилья. Другое дело, что это будет, там, арендное, или это будет жилье муниципальное, или собственное, но вот этот баланс, он как раз в той цифре 19-20-е годы, он и выходит. При этом эта цифра не фантастическая, она имеет по собой основу в части тех программ, о которых мы говорили, и перспектив, которые есть. Тоже есть послание. Большое внимание было уделено малому и среднему предпринимательству. Предприятия малого и среднего бизнеса насколько задействованы в строительной сфере? В среднем 40% работы и услуг, которые выполняются на стройке, выполняют предприятия малого и среднего бизнеса. И здесь, конечно, их ниша там, где есть эффективность, там, где есть науха, в котором могут, там, где есть высокоорганизованность. Мобильность, наверное. Мобильность, совершенно верно. И, во-первых, заменяемость, потому что некоторые предприятия узконаправленности, а вы помните, в советский период были комплексные бригады, да? Да, когда один человек мог делать разные операции, и при этом не просиживали, не проставили. То есть мы говорим о эффективности. Но мы все равно не уйдем от того, что будут приезжать к нам в специальности, где там эффективность имеет свой предел. Это, например, штукатуры, каменщики. И вот такие вот работы, которые там эффекта большого уже, как бы, можно добиться, но он не даст, значит, возможность занять и расширить там 40%, дойти там до 60% малого и среднего бизнеса. То есть по экспоненте он не даст возможность. А вот изготовление материалов расходных, строительных, те же краски. Как пример. Тем более сейчас неплохо получается у ребят и по краскам, и по расходникам, по сантехнике, по электрике. Кабель-каналы не трудно, не трудно, не трудно. В затратах довольно-таки неплохо. Остается очень немного времени, ну, буквально на последний вопрос, минуточку, чуть больше. Предприятия социального значения, детские сады, школы, медицинские учреждения, объемы строительства вот таких объектов, каковы? И что планируется на будущий год? В 2016 году мы ожидаем, что, ну, не ожидаем, будет введено порядка 36 объектов, в том числе обязательно 10 школ. Там, по-моему, 6 садиков, медицинского, назначение объекта, спортивного. И 52 объекта мы планируем в 2017 году. В 2017 году, в том числе школы, 10 школ, сады. Скажите, самое главное то, что надо сказать, больше не успеем. Что в 2017 году? Самое важное в 2017 году – это ввод перинатального центра. Ввод перинатального центра. Ввод перинатального центра. С вами была «Арена событий». Сегодня был у нас в гостях заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Игорь Никифоров. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин